клевер чуть здесь тимофеевка больше и вроде ничего не добавлял я вез а века должна быть но вику все-то я не вижу на позднее может быть и позднее было засуха фигачили думал этот ну не пойдет ну очень хорошо вот скажу стою ну вот по пояс сейчас будет понятно не пусть такой подтянулся хорошо только сейчас пошел голос вот была погодка не а три четыре бы его бы можно было бы фигануть на сенаж было бы здорово там сейчас подъедем я покажу еще у нас шульги но сейчас какой там такси всех ругается он по полю заехал заехал сейчас попробую не обжечься а эти зонтики на хер поспиливать да тут все это разрастается вот это третий мой участок с овсом и вот два еще второй тоже клевер там райграсс клевер века и овес а вот на первом там козлятник но сейчас туда подъеме покажу сейчас попробую тут поспиливать чё получится так ну вот еще участок у меня с овсом он такой конец под за рощей но я тут и не по-моему не дашь это все или вручную в рюмку тогда еще не зацепили пришли попробовать эксперимент вручную да то еще удовольствие но вот клевер здесь прям вот-вот-вот шикарный тут низина как бы я не особо не заезжал но видать здесь и забрасывали руками все и вот так вот это все выглядит сейчас можно постановлю чтобы ловить к овес здесь уже начал сереть то есть уже колос выкинул полноценно не выкидывает уже выкинуть я думаю что уже наш с молочком сейчас попробую с но чуть-чуть особо нету на недельку подождать и вот он такой был в засуху и маленько подвявшего здесь получше вот этот болезнь какая-то я читаю не знаю кто знает скажет опасно на не везде ну кое-где видно да клевер здесь внизу хорошо виден ну и здесь так вижу так что как бы вот так сейчас пойду здесь все видно что все и на клевер не дикие все и сейчас пойду вам покажу основное моё достижение он сейчас здесь для ним еще клей ну да да есть здесь много то есть следующий год будет отлично так макушке все послезала видно там не вид ну пойдем не буду показывать этот борщевик проблему 10 лет вот второй третий год он вылез в том году косил с кашеву и дать сбил ну плохо это чё-то проросло не разрос все так что посмотрим что на следующего травы и совсем вот такие вот прогали пустота то и где тимофеевка так она вытаскивает века это то ли с машины сыпалась рассыпалась а так вот морковник торчит вот раз сухой такие прогали ну здесь никогда шикарно травы не было здесь мне кажется надо тим тимофеечку засеять склеером и посмотреть и следующий год под осенью скосить чтобы она семена сбросил не посмотреть что будет здесь а вот участь до леска я хотел козлятник а сейчас покажу так но по рулоном скосил я еще было как раз перед дождями ты за засуха попали под дождь то есть закатала их чтобы очистить поля ну чувствую по нынешнему сезону и они будут хорошей цене вот такое на все темно коричнево и нужно дожди все залило он а вес как поднялся это я самый последний наверно первых числах июня за все и вот этот огород почему засеял осенью пахали его здесь было очень много заросли то есть не было здесь никак никакого сенокоса один хлам рос вот так и огородами там спереди здесь и там огородами и косил полосами где-то чё-то как-то и вот убрал все с это вспахал и засеял козлятник специфическое растение его много то здесь его так и видно есть она пацанов гоняет только мусор не жалко понятно что она после них хлам остается вот то есть много крапивы было вот такие не знаю откуда она из-за почвы может или из-за чего ну хлам один здесь был и решил его козлятником засеять козлятник специфическое такое растение очень тяжело его посадить много то есть разных ему всего надо все-таки удалось мне посеять и он взошел потому что многие сеют козлятник и он не всходит не вырастает почему посеял козлятник то есть под покров покровную культуру овес тимофеевку и козлятник вот видно я ее говорю уже в начале что в начале июня мы здесь засеяли самое последнее поле была сильная жара я переживал вообще что зайдет не взойдет будет ли не будет ну оказалось вот этот самый из четырех как бы участков еще один у меня есть а через день и там сеял то есть с соколовском был в пас последнюю очередь сели там тоже жирные хорошие овес вот такой вышел даже еще голос не брошенный вот только начинает там показывала все уже выкину колоски а здесь а еще нету то есть он еще подымется козлятник почему посеял потому что на 2 на 3 4 год он только набирает силу силу набирает клевер на 3 4 год выбивается а козлятник только начинает расти и забивает он все вот козлятник то есть в этот год я не ну не думаю что я какие-то там козлятник не козлятник скажу этот овес на сенаж заката следующий год надо будет подкормить козлятник и третий год я думаю уже вот почему посеял козлятник потому что клевер сказал 3 4 год он выбивается не остается то есть массы и этот получить там на сенаж на подкос на корма люцерна у нас не растет она у нас кислые почвы получается она слабая и двух урожаев трех не не получается с люцерна нас собрать и люцерна чем плохо она когда пересыхает перерастает все они листочки отпадают вот в козлятнике такого нет козлятник очень сильно держит листок даже если он пересыхает перестой то есть палки все листочки остаются на нем но это дело времени вам покажу в это в эту зиму я ездил специального людей брал козлятник на сене он был перерощи но листочки все зеленые были на нем овцы просто объедали все оставались одни палки а все листочки поедали а я цели козлятник на сенаж но если получится будет погода значит его оставим и на сено может вторым укосом может вторым укосом на сенаж ну вот я камерам норме передаст а так я вижу видно так что через каждые 50 70 сантиметров торчит есть и говорят его тоже вот так разбрасывать плохо но у нас мы его рюмка херачи и потом бараной правда он борозды сделал вот может и получается что он бороздами посмотрим ладно смотрите потом покажу что выйдет с моего козлятник я нахожусь в тверской области от твери у нас где-то 15 километров так что вот почему у нас такие кисловатые так что особо я ну хотя я видел есть у людей растет он очень сильно в конце мая уже был там сантиметров 30-40 козлятник стоял и можно было его спокойно косить на подкос у меня еще клевер не поднялся козлятник уже было и чуть ли не бутоном подходил это в конце мая но может 1 я только начал сеять там уже можно было косить на сенаж однозначно и точно так что посмотрим что будет большие у меня надежды на нем так что посмотрим все покинуть